В последнее время, осознавая абсурдность войны с Украиной, участились случаи массовой сдачи в плен военнослужащих Российской Федерации. Появление зачатков здравого смысла у определенной части российских военнослужащих не может не радовать вооруженные силы Украины. Это бережет жизнь и здоровье ваших военнослужащих, экономит боеприпасы и служебное время личного состава наших войск. Вместе с тем, среди сдающихся в плен отмечается полное незнание и непонимание правил войны, известных также под названием «Международное гуманитарное право». Так как требования правил войны являются обязательными для личного состава вооруженных сил Украины, в частности, они внесены в нашу программу боевой подготовки, то их невыполнение российскими военнослужащими вызывает в лучшем случае недоумение. Основываясь на вышеизложенном, предлагаем довести до личного состава вооруженных сил Российской Федерации основные положения по сдаче в плен согласно нормам международного гуманитарного права или правил войны. Первое. Быть военнопленным для российских военных согласно статьи 4.3 Женевской конвенции о защите военнопленных означает, что личный состав вооруженных сил Украины осуществляет определенный физический контроль над ними и что военнослужащие российской армии больше не желают или не могут брать участие в боевых действиях. Второе. Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным, иными словами, осуществляется симулирование капитуляции, то согласно дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям о международном вооруженном конфликте, это классифицируется как вероломство и, соответственно, военное преступление. Данное влечет за собой угрозу безопасности личного состава вооруженных сил Украины и, соответственно, чаще уничтожение симулянтов. Настоятельно рекомендуем также довести до личного состава инструкцию по сдаче в плен, основанную на двух ключевых правилах войны. Ясно и четко выразить желание сдаться в плен. Поднятые руки вверх, четкие фразы «сдаюсь». Мы ведь понимаем русский язык. Никаким образом не проявлять враждебных действий, не осуществлять резких движений, не держать в руках оружие. Конкретные действия каждого военнослужащего при сдаче в плен. В пешем порядке. Первое. Выходить по одному и без оружия. Выбросить его. Если оно все же с военнослужащим, то отсоединить магазин и разрядить его. Второе. Подходить по одному и по команде. Третье. Немедленно выполнять все команды. Четвертое. Не сопротивляться. При действиях на технике. Пятое. Подъезжать с развернутым стволом от украинских сил и белым флагом. Шестое. Остановиться на расстоянии не менее километра от позиций украинских сил. Седьмое. Выполнить пункты с первого по четвертый пешего порядка. Помните, ваши военнослужащие не ваши рабы. Их право на жизнь определено во всех религиях мира. Гарантируется международным законодательством и вашей же Конституцией. Доведите требования международного гуманитарного права до ваших военнослужащих. Спасите их жизни для будущего России.